Конец декабря всегда время подведения итогов. Разумеется, мы не могли оставить без внимания события, которые происходили в Иркутской области. Так, например, за минувшие 12 месяцев в регионе обустроили 97 дворов. И это далеко не все. В Прибайкалье специалисты обустроили 87 скверов, парков, аллей и детских площадок. Такие масштабные работы провели в 76 муниципалитетах региона. О том, что еще произошло в Иркутской области за минувшие 12 месяцев, узнаете прямо сейчас. Длинные коридоры и решетки – один из главных страхов чиновников Иркутской области в 2023 году. Уже в январе задержали мэра Свирска по подозрению в хищении полутора миллионов рублей. Весной в поле зрения правоохранительных органов попала бывший руководитель дирекции автодорог региона Юлия Гордина. Чиновницу обвинили в превышении должностных полномочий. Концовка 2023 года тоже выдалась жаркой. Мэры Тулуна, Катангского района и Свирска были задержаны по подозрению в мошенничестве, получении взяток и хищении денег. В общем, должностные лица в этом году часто слышали эту фразу. Полиция! Двери откройте! Открыло двери для 180 мальчишек в 2023 году в Иркутске Суворовское военное училище. Это первое подобное учебное заведение на территории Сибири. Оно было создано всего за два года. За это время в училище поступило более 500 заявок на обучение. Отбор прошли только лучшие из лучших ребят, сдавали экзамены, проходили психологическое тестирование и выполняли обязательные физические нормативы. Мы чувствуем в первую очередь огромную гордость за нашего сына, что он поступил в это учебное заведение, потому что это было очень непросто. Конкурсные испытания были очень сложные. Отбор был очень жесткий. И мы к этому очень долго готовились, целый год шли. Чувствую гордость, счастье за то, что мой прекрасный брат попал в эти 180 замечательных суворовцев. Повод для гордости в 2023 году появился у медиков Иркутской области. Летом в столице Прибайкалия провели уже вторую операцию по трансплантации сердца. Ее сделали 53-летнему мужчине, который перенес два инфаркта. Добились прорыва в своей работе и сейсмологии Иркутской области. Ученые запатентовали способ короткосрочного определения приближения землетрясения. Еще одно открытие, можно даже сказать откровение, для себя сделали жители Иркутской области из-за бензина. Сначала цены на топливо взлетели до рекордных показателей, а во второй половине 2023-го, благодаря запрету на экспорт горючего топлива, стало дешевле. Касательно перспектив роста цен на бензин в будущем году, могу сказать, что это зависит исключительно от государственной политики. К вопросу, стоит ли ожидать рост цен на другие товары в следующем году, я думаю, что ожидать рост цен на другие товары нужно, поскольку при росте ключевой ставки инфляция на отдельные товарные группы так или иначе будет высока. А еще автомобилисты Иркутска в 2023-м году били рекорды, вернее антирекорды. 15 декабря на Акайской горе случилось ДТП с участием 22 машин. Одному человеку понадобилась помощь медиков, причина инцидента – коммунальная авария. Холодная вода хлынула на проезжую часть и моментально замерзла. У автовладельцев не было шансов избежать аварии. И все же поводов для радости в этом году было больше. Например, в Иркутске в 2023-м открыли скейт-парк. Он занимает площадь в полторы тысячи квадратных метров и является одним из крупнейших в Сибири. Кто знает, возможно в 2024-м самых разных рекордов при Байкале будет еще больше. Данил Седов, новости по будням.